Сейчас все внимание людей приковано к ситуации вокруг Украины. Все силы войска стягивают, и российская армия, и натовские военные, и украинские клинит соприкосновения. И вот сегодня мы с моими товарищами, с Максимом Шовцовым и Сергеем Добрышкиным поговорим на эту тему. Чем нам это всем грозит в ближайшем будущем? Что будет происходить на Украине? Ну, как бы, история всех коснется, я уверен. Максим не отправил приглашение. Сейчас Сергею. Вот. Сергей, приветствую тебя. Алан, привет. Да, у тебя за спиной висит карта мира. Да. Нам, говорит, нужен мир желательно весь. Звук есть. Что-то Максима я пока вот не вижу его приглашение отправил, пока не присоединился. Сергей, ты, наверное, тоже следишь за всеми информационными лентами? Конечно. Что касательно вот этих всех, украинской всей этой истории, вот, товарищ президент наш выступал недавно, вот я смотрел заседание Совета Безопасности, на котором уже поднимался вопрос о признании Донецка и Луганска, а на Рыжке наговорился уже о вхождении их в состав России. И вот что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, я могу сказать, что все ясно было еще позавчера. Вчера уже, не позавчера, а вчера, по-моему, я ролик выпустил, да? Я выпустил сначала ролик «Украинский реванш Путина», где я привел слова Пушилина, когда он сказал «Все, война». Ну, вот сейчас в комментариях пишут, что Жирик правду ляпнул. Да, действительно, и Жириновский обозначал 22-е число, то есть знал он, о чем говорил, судя по всему. Видно, что эта дата была запланирована, и вот завтра начнется, как я понимаю, сейчас, сегодня будет принято решение, как сказал Путин, а завтра уже... Начнется что, Сергей? Да. Вот начнется что? Вот я вот обсуждаю, ну, сейчас же постоянно про эту тему приходится говорить. Меня вот тоже спрашивают, ну, предположим, предположим даже, вот сценарий же разный есть. Признание ДНР, ЛНР. Но признание-то что дает? Это мы получим две такие мини-республики а-ля Южная Осетия? Нет, ну, Нарышкин же поговорился, по-моему, Нарышкин, да, сказал, что включение в состав в России. То есть, я так думаю, что точно такой же сценарий, как и с Крымом, сейчас признают и включат в состав России. И кто там, Золотов, по-моему, сказал, или Колокольцев, да, что нужно в рамках вот территории и республик, которые были на момент их участия в Украине, да. То есть, необходимо будет отвоевать еще и те территории, которые сейчас под контролем Киева находятся. То есть, я так думаю, что силовой сценарий однозначно будет такой, что и не только Луганской и Донецкой области, скорее всего, и еще там что-нибудь поглубже, скажем так, придется забрать. Я так думаю, вот такой. Ну, вот как вот с товарищами, я что-то обсуждал, там три же стадии есть. Первая, это вот мы, например, признаем вот это вот ДНР и ЛНР, и на этом заканчиваем, получаем еще две вот такие, а-ля Южная Осетия или Приднестровья, два государственных образования. Второй вариант, это доходим до Киева, если уже так, уже, как говорится, да, уже в это дело ввязываться, то уже там Киев, Одесса, Южная Украина, вот это Восточная Украина, имеется в виду, относительно движения Днепра. Да, то есть под Днепру раскол идет, а те части Украины, они как бы уходят, соответственно, в часть Польшу, я так понимаю, Львовская область, там Тернопольские, Черновицкая в Румынию, там Ужгородская, там Закарпать, ну, где Закарпать, это Венгрию, там, то есть, грубо говоря, дерибан происходит страны, до границ, которые были до Второй мировой войны, по сути, да, там, примерно, какие же они были, это же Польша и Австро-Венгрия. Ну да, по опасным признакам мы можем судить, вот опять же, то, что говорил Жириновский. А третий вариант просто, да, третий вариант, который рассматривается, это полностью, как бы, вхождение Украины в это русское поле, но там Сталин вопрос, а что делать там со всеми элементами радикальными, националистическими, почему? Потому что этот вопрос серьезный. В свое время Лаврентий Павлович Берия и товарищ Сталин так не досмогли до конца этот вопрос решить, да, там, до какого-то, до 54-го года война шла, в этих лесах Карпатских. До 56-го. То есть Сталин умер, и Берия тоже уже был расстрелян, да, а война там еще шла. А нынешняя российская армия, это далеко не Красная армия, а наши спецслужбы, это далеко не НКВД, в Иберии тоже нет. Соответственно, как это технически... Ну, я же всегда технически к этому делу подхожу. Мы же как-то все чуть-чуть участвовали в разных боевых действиях, мы представляем, что одно дело, знаешь, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Страна, ну, худо-бедно, там, не знаю, 30 миллионов пусть живет население. Вот как это вот будет выглядеть, Сергей, что там ты думаешь? Вот какой, ты думаешь, сценарий будет все-таки выбран? Ну, опять же, по косвенным признакам, то, что посольства и разные представительства страны НАТО, и не только НАТО, они во Львов эвакуировали, вот у меня сегодня ролик как раз называется «Новая столица Украины», вот, то больше похоже на то, что действительно, как бы, и разумно было бы. По Днепру, как говорил Жириновский, то есть все такие, которые более русскоязычные области, их вернуть сюда, а со всем остальным там уже разбираться, пусть там Польша, Венгрия, кто там протекторат свой будет устанавливать. Я так думаю, что вот больше всего похоже именно вот на такой сценарий развития событий. А как ты думаешь, ты же тоже человек в погонах, вот с точки зрения уже технической, это исполнение всей этой операции, это же такая немаленькая, я не помню, чтобы в современной России такие, как бы, да, военные операции проводила. Потому что Сирия, это все-таки, знаешь, война там с полулегальными полубандитами, там, а кто еще? Ну, Чечня, это тоже там были эти террористы международные. А тут все-таки регулярная армия при поддержке НАТО, имеющая авиацию, имеющая там, я не знаю, современные системы вооружений, армия там, худо-бедная, не знаю, 300-400 тысяч у них есть, говорят. Вот как это вот? Вот как? Это надо либо делать очень быстро, понимаешь? Ну, это быстро можно было сделать в 2014 году. Вот с какой скоростью танки, с какой скоростью можно до Киева доехать. Сейчас такой прогулки может не получиться. Я почему это вот, вот почему меня эта система тревожит? Потому что мы когда этот весь огненный пояс обсуждали, мы же это всегда проговаривали, что втянут локальные конфликты, вот втянут, втянут туда, включат еще грузинское направление, включат среднеазиатское направление, талибы подтянули уже 10 тысяч человек, да, бойцов своих границам Средней Азии. То есть вот они вот включают эти все моменты. Нет такого ощущения? И вот эти все бравада, типа легкая прогулка, там за три дня мы сейчас там это, это все напоминает, когда помнишь, в бытность твою еще в вооруженных силах, да, Максим, когда Павел Павлович Грачев обещал беретами закидать город Грозный, да, когда входили первый раз в Грозный, что они там сколько за сутки к новому годы. Возьмут. И чем это закончилось, мы тоже помним. Вот нет у вас таких ощущений, друзья мои? Это вот просто мы об этом говорим сколько лет уже, года три уже точно, нет? И вот это все происходит. Нет, ну я не питаю никаких иллюзий, да, я прекрасно понимаю, что... Сейчас прям одну секундочку, я прошу прощения. Что всякое может случиться, да, но, во-первых, восемь лет все-таки прошло, да, я надеюсь, что какая-то подготовка велась, и говорят там, что и в администрации президента, там, и Ермак наш агент, там, и так далее. Во-вторых, давайте тот же 2014 год вспомним, сколько еще сразу областей в составе, собрались там, в состав России входить. Да, Харьковская область, там еще какие-то, я уже не помню. Одеска. Одеска. Да, то есть будем надеяться, что агентурная работа какая-то там подготовительная шла. Но, учитывая профессионализм сегодняшний наших спецслужб, конечно же, надеяться не приходится на то, что все будет гладко. То есть предугадать сейчас, как это будет происходить, в каком виде, я лично не берусь, можно ожидать всего, чего угодно. Но вот последнее сообщение буквально перед эфиром на одном из телеграм-каналов, что Зеленский там собирается что-то, какое-то срочное совещание, по итогам которого будет объявлена война. То есть, по сути дела, война, вот она все, завтра начнется. А как это будет происходить? По каким фронтам? Я не исключаю, что, может быть, кроме Украины еще наши задействуют какие-то военно-технические средства, которые обещали воздействовать в случае какого-то конфликта. Будем наблюдать. Конкретно сказать так, что завтра будет так-то и так-то, я не берусь. Как угодно может повернуться, и все, что угодно может произойти. А у тебя по ощущениям, насколько глубоко, если уже начнется это, собирается продвигаться вглубь территории, по твоим ощущениям, субъективным? По моим ощущениям, что нас ожидают крайне непростые времена. То, что действительно исторический момент, вот сегодня, завтра, за это даже вопросов нет никаких. То есть на нашу с вами жизнь пришлось столько событий исторических, сколько, по-моему, вообще в жизни не было. У нас и Советский Союз развалился, и войны по всем республикам прошлись. Тут уже и Крым вошел в состав. Сейчас вот у нас Донецк и Луганск. То есть столько всего происходит, что просто за голову можно схватиться. А насколько это будет и как происходить, я не знаю. Всего чего угодно можно ожидать. Конечно, не хочется вообще никакой войны сроду. Зачем это надо, казалось бы? Убивать-то будут опять не те, кто принимает решение. Умирать будут наши с вами братья, такие же украинцы. Такие же и наши будут умирать. Тут очень много уже наших товарищей. Да, поэтому я, конечно, категорически против, чтобы была война. Лучше всего, конечно, все это мирным путем решить вопрос. Но учитывая то, какие силы стоят за украинской властью сейчас, то понятное дело, что они нас жалеть не будут. Они будут делать все, чтобы все было как можно кровопролитнее. Но я надеюсь, что хватит мозгов у наших властей, у украинских властей, чтобы этого не допустить, чтобы все прошло все-таки в мирном таком русле. Но надежда эта такая не очень большая. У нас же перед глазами еще стоит пример Карабаха. С Лилит мы это обсуждали с нашим товарищем армянским. Лилит, да, вы же все знаете ее. И она говорит, что в Карабахе же что сделали? Они туда выманили на оперативный пастрол всю эту патриотическую часть армянской молодежи. Там порядка 10 тысяч их просто с беспилотников всех там и ушатали, понимаешь? Как сказать, убили современными средствами вооружения. Мы все это наблюдали, помнишь, целый месяц мы все это обсуждали. Какая-то была плотно чисто пашиняновская игра вместе там с турками. Они всю эту пассионарную часть, как бы так скажем, убрали армянской молодежи. Вот Лилит, кстати, тоже здесь. Если хочешь Лилит, можешь включиться. Понимаешь? Вот как? Вот нет это ощущения, что тоже такой какой-то не было подставы. Потому что, ну, ребята многие уже там... Я единственное надеюсь на то, что все-таки народ, даже вот эта там патриотически настроенная молодежь, она уже немножечко голову включает, видит, что происходит. Все-таки вот они 8 лет те же, да, ну, что мы видели там в 14-м году. Все, кто там были, командиры сопротивления, да, всех перестреляли поголовно практически, да. Вот, я надеюсь, что никто на баррикады бросаться не будет. Но есть войска, да, какой приказ дадут, такой и будут исполнять. Макс, а ты что думаешь про все это? Думал? Я согласен, Серега, что вот сегодня самый настоящий исторический момент. Вот этот рубеж больше всего, вот сегодня и нагляден после этого совбеза. Будут, ну, фантастические переустройства. И у нас, и на Украине. Будет война, не будет. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, это в корне будет отличаться уже от вчерашнего дня. Почему? Ну, потому что уже все. Сегодня пиковое время. Уже вот этот нарыв, он вот-вот лопнет. В каком это будет виде, я не знаю. Я хочу сказать, что 8 лет ДНР и ЛНР нас устраивала как буферная зона. Ну, по факту, так оно и было. Не мы это начали, эти качели в 2014 году. Все мы помним, что Еленукович был пророссийский президент. Какой-никакой, но он лучше был Порошенко, там, Зеленского. Но он был наш. Ему еще бабло дали, 3 миллиарда долларов. Бабло это он не успел вывезти с собой в Ростов, там, в Киеве все это осталось. Суть не в этом. Все мы понимаем, что Евросоюз и Соединенные Штаты Америки привели своего, товарища Порошенко. Не мы это делали, нам это выгодно не было. Сегодня, как я вижу ситуацию, не Россия будет начинать войну, а именно Зеленского со всех сил пинками толкают вот эти товарищи Запада на развязывание войны. Если бы так, они боялись этого вторжения, они бы не долбили сегодня по Донецку, по Луганску, там, на линии соприкосновения. Ну, Макс, про это, прости, пожалуйста, тебя перебьют. Элементарно, Зеленский пришел к власти на лозунги, что он прекратит войну. Сколько лет прошло? Прекратил? Нет. Минские соглашения никакие не выполнил. То есть, понятно, что им рулят и заставляет его делать то, что нужно. Не ему, не нам, а то, что нужно тем, кто стоит с той стороны. А там надо развязать войну. Ну, такой же клоун, Зеленский клоун, что он может решать? Он не объект, он субъект, он пацан, блин, он цепил цивильный костюм, у него там вроде какие-то советники, но он никто и звать его никак. И сегодня мы это все наблюдаем. Я не исключаю, что он действительно сейчас выйдет и скажет, ребята, извините, вот Россия агрессор, она сейчас признает ДНР и ЛНР, это первый шаг к распаду Украины, поэтому мы со всей пролетарской мощью, блин, с помощью НАТО пойдем и попытаемся что-то сделать. А пойдем куда? Пойдут на Крым или пойдут на Донецк? На Донецк, скорее всего. На Донецк и Луганск. Как по конфигурации фронта выгодно. Я не военный человек в этом плане, я не офицер Генштаба, но я вижу, что они удар нанесут, конечно, по Донецку и по Луганску. Ну, попытаются. А тут, соответственно, ну, будет подача обратная. Война выгодна сейчас на самом деле, ну, не только американцам. К тому же Зеленскому она выгодна. Это же, знаешь, как способ объединить нацию вокруг себя, блин. Ты сам говоришь, он комик, там у него рейтинг по нулям уже действительно двигается. Ну, и наши тоже воспользуются ситуацией. Я, как вижу во всем этом, газопровод сейчас обрубили через Украину, да, СП-2 ввели в эксплуатацию или введут в скором времени, и Украина останется без газов. А Бузой, ну, денежным высасывателям денег у американцев, ну, американцам тоже это невыгодно, европейцам тоже невыгодно. Они были готовы и Украину отуслить, но там же специалисты, много ходовки. Столкнуть лбами братские народы, а там и одним помогать, и другим, подправливая там санкциями или еще какими-то делами. Тут вопрос, ну, серьезно на самом деле. У Украины тупик. Они не могут... Смотри, ну, это сейчас один, Макс, один фронт откроет, потом другой фронт откроет, потом третий фронт откроет. Это, ну, это же не шутки. Вот сейчас туда стянули, я не знаю, вот. Алла. Все, что только можно. Россия, это не Ирак при Хусейне. Это надо понимать. У нас есть ядерная триада. Хотят американцы, там, или западный мир. Не хотят, но мы на порядок чуть помощнее, чем тот же Ирак. Макс, а против кого ты будешь применять ядерную триаду? Против Киева, против Тбилиси или против... А ты знаешь, что у Путина в голове? Я не знаю, например. Я не знаю, какие ставки. Я не знаю, что сейчас на кону стоит. Я ничего не знаю. Я вижу, что сейчас, вот, с минуты на минуту, с час на час, будет какой-то, ну, уже сдвиг реальный. Исторический сдвиг. Он уже сегодня произошел, но он только на словах произошел. Ну, после слов будут же и дела. И я боюсь, что эти дела запустит, конечно, Украина. Ну, не важно. Все, Максим, заглянем в будущее, твои прогнозы. Насколько глубоко, если что, будут входить уже туда, в удары? Я вижу, что будет, если будет война, то война будет она нового типа. То есть, калибрами будут нанесены удары по узлам управления украинской армии, по штабам. Все это, ну, я думаю, просчитано, изведано. Будет очень жесткий, очень страшный такой молниеносный удар. Будет разрушено управление. А там уже будут отсекать по флангам те или иные силы украинские. Не знаю, если сдаваться не будут, будут переламывать. Но это на пользу не пойдет ни России, ни Украине. Ты же сам понимаешь, кровь, если братская проливаешься, это жесть, блин. Я никогда не забуду фразу этих американцев, которые говорили, мы готовы на Украине воевать с Россией до последнего украинца. Да. Вот они, в принципе, эту стратегию реализовывают сейчас. Я вот больше всего даже, ну, знаешь, мы же мысленные эксперименты ставим, субъективное мнение, я бы сказал, предположим, да, вот случился такой форс-мажор, что-то случилось, и там, не знаю, Украина вот как-то разделили ее, там, Киев и Южная отошла как бы в пророссийскую часть, те как бы пошли в свободное плавание. А как дальше там все это будет? Вот просто для любого такого вторжения, вот серьезного, или, я не знаю, всегда надо поддерживать какие-то силы внутри. Американцы курдов поддерживали, мы в Афганистане поддерживали, этих коммунистов там или во Вьетнаме, да, то есть всегда мы поддерживаем кого-то, мы же не можем сами вот взять, объявить войну Украине, туда как бы двигаться. Поддерживать в данном случае кого? На великого полководца Пушилин не похож даже со всеми великими натяжками, понимаешь? Это даже не Захарченко. Это вот такой МММщик-аферист, понимаете? Ну, известный, официально там уголовные преступления и все остальное, как бы, ну, это официальный аферист, не то, что там мы придумываем. И вот, кто это должен делать? Как это вот технически должно выглядеть? Мы должны туда привезти и посадить некое правительство. Вот я сейчас все эти разговоры слушаю, там идет речь про Азарова, этого бывшего украинского премьера, про Януковича опять же, что давайте Витю вернем, и Витя там все разрулит. Вот нечто такое. А как это вот поймут даже вот те товарищи, которые пророссийские считают? Сейчас им обратно вернуть Януковича или Азарова, а если нет, то кого? Как это вот дальше? Там Царев вроде, Царев еще вроде выплывает, Олег этот. Ради чего? Ты понимаешь, с каким лозунгом? Даже не с лозунгом, ради чего? За кого? За Ягта Ротенберга, за газопровод, вот за что? Но я понимаю, что мы не хотим допустить контраргумента в виде вступления Украины в НАТО. Я так понимаю, что наши сказали, вот вам газ, братья украинцы, господин Зеленский, а Путину обратно выкатили. Сказали, ну не хочешь ты брать на себя? Мы возьмем их, свой блок НАТО, и все. Вот у тебя там за 300 километров от Белгородчина до Москвы будут развертываться там крылатые ракеты. Раньше они першингами называли, сейчас я хрен его знаю. Их же сейчас много, этих разных модификаций американских. Ну и все, и получай за ЦУМ ЦВАН. Ставки подняли. Путин понимает, что НАТО это пипец, блин. Это агрессивный большой блок с огромной мощью, которая может тоже накопить потенциал определенный и вспороть всю оборону, блин. Тем более, ну мы сами видим, что происходит сейчас в экономической, политической и социальной составляющей внутри России. Поэтому все отсюда и выходит. Мы накопили силу, и эта сила, она по-любому бахнет, блин. Мы, грубо говоря, вынудили сейчас Зеленского, блин, пойти первым по минному полю. И стоим сами упорно, сами не нападаем, потому что ну нельзя нападать, ну реально. А Зеленского деваться некуда. И он по-любому, если он не прыгнет, то все, ему хана, блин. Его загрызут, и его же американские там и западные спонсоры, блин. Вот так будет. А прыгнет он вперед, его тут это замочат. Он между молотом и наковальными, реально. А у нас Польша... Ты же понимаешь, таким образом мы фактически поможем этим националистам украинским прийти к власти уже полноценно. Он не через Зеленского, не через Порошенко, а напрямую. Вот поэтому я согласен с Сергеем, что сейчас вот такое историческое событие, все поменяться. Вот реально, 27 февраля будет референдум к Белоруссии. Там якобы изменение в Конституции. Я считаю, что это будет референдум по объединению России с Белоруссией. Я думаю, что, ну, карты еще не все выложены на стол. Какие они будут, я не знаю. Но за Ротенберга, за Сечина, там еще за газопровод никто не будет даже заикаться. Понимаешь? То вот говорят уже, русский мир. Ну, русский мир, мы так же с тобой понимаем. Ты воевал вообще за русский мир там, на этом Донбассе. В 2014-2015 году ты помнишь, какой был потенциал вдохновения у людей всех, когда вот эти события в Одессе прошли 2 мая, когда там наших ребят утюжили. Понимаешь? А сейчас люди не верят. Люди в России не верят. Это вообще, это большая проблема. Я же тоже говорю с теми товарищами. Я говорю, а как вы людям объясните, за что они должны умирать? Им же нужно объяснить. Убивать, ладно, за что, понятно. Ракетой калибр пульнуть за 5000 километров, там особо силы духа не надо, да, там, или еще чем-то. А когда там уже пойдут эти все огневые контакты, а как их не будет? Они по-любому будут. Худо, бедно там, ну, я не знаю, у этих бандеровцев, там, не знаю, тысяч 70-80, под 100, говорят, есть. Вот этих именно националистов, то есть идейно заряженных. Новое поколение. Новое поколение, Алан. Ну, конечно, они вырастили вот. Да, они его вырастили, они есть. Они натренировались за последние 8 лет. И как это будет легкая прогулка, я не понимаю. А если это не легкая прогулка будет, это будет мясо просто. Кровь, большая мясо, вот это вот все, понимаешь? Вот, а это самый главный вопрос. Обычно войну сопровождают. У нас уже началась Третья мировая война. И мы в этой войне уже два года участвуем. Все вот эти вещи, вот эти вещи, это проявление как раз Третьей мировой войны. И глобалистам, вот этим всем демонам, блин, выгодна вот эта война. Чем больше... Так я тебе проще говорю, Макс, у тебя нет ощущения, понимаешь? Воевать нужно, вот я вот просто очень люблю суньцы, да, вот это искусство войны. Война как бесконечный путь хитрости. Нападать нужно тогда, когда этого никто не ожидает. Совершенно верно. А когда кто-то тебя ожидает, что нападешь, не взять, ничего. Это я вольно пересказываю, но смысл заключается в этом. Никогда нельзя делать то, чего ждет тебя соперник. Ну, никогда нельзя делать того, что от тебя ждут. Надо всегда делать то, чего от тебя не ждут. Война, это, говорит, бесконечный путь хитрости. Но есть, да, ощущение... Высшее форма военного искусства, победа без применения оружия. Есть ощущение, что... Вот смотрите, друзья, я предлагаю немножко с другой стороны посмотреть на эту ситуацию. Вот проходили встречи различные, да, там приезжали там президенты и так далее. Но была также встреча наших военных руководителей с делегацией с Британией. И они потом сфотографировались на фоне фотографии сталинских времен, где они там в качестве союзников. Вот если то, что ты, Макс, говоришь, да, вот Третья мировая война, которая идет именно вот начиная вот с этих всех дел, да, тогда мы видим несколько по-другому, что идет мировая война, да, идут какие-то события происходят гибридного типа. А наши с британцами, да, в центре силы, с американцами просто-напросто в этот момент нарезают границы. Вот, то есть, может быть, какие-то локальные где-то могут быть стычки. А так, в общем, просто-напросто идет новая дережка мира. А вот сама Третья мировая война гибридного типа, она тоже идет как-то так фоном, просто мы ее не видим, да, мы видим проявление вот этого в этих процедурах, да, которые... А кого с кем война? Сергей, кого с кем? Тогда было понятно, мы воевали с фашистом, а сейчас кого с кем война? Самый главный вопрос, вот это самый главный вопрос, что именно кого с кем? Идет война на истребление обычных людей, истребляют те, кто сейчас владеет миром, кто владеет деньгами мира. Те же фашисты. Да, вот если смотреть вот так вот, то немножко меняется отношение к тому, что происходит. Тогда в этой связи тогда получается, это сейчас так, битва за Украину разворачивающаяся, она, во-первых, между кем и кем идет, и второе, в интересах кого? Она в интересах народа идет, или в интересах этой глобальной олигархи, которая просто таким образом территорию защищает? Я думаю, что, конечно, в интересах глобального мира. Если кровь людская проливается, это однозначно не в интересах людей. Ну, просто мы же этого шваба читали все, понимаешь, там локальные конфликты, там же все через запятую, понимаешь? Вот-вот. Да, да, да. И локальные конфликты. Я вижу, что... И под этим соусом взять под контроль. Там сейчас вот на Украине, я читаю, там много этих законопроектов по ужесточению карантинных всяких мер, еще чего-то, еще под шум волны вот это вводят все. Эвакуации эти отрабатывают. Вот у нас сейчас эвакуировали, сколько там с Донецка эвакуировали народу? 68 тысяч. Вот вам, пожалуйста. Ну, вот представляешь. А мы думали, для кого строят ковид-лагеря. Так что все очень взаимосвязано. И вот этот конфликт с Украиной, и то, что, кстати говоря, в Канаде сейчас происходит, это все звенья одной цепи. Вот. Поэтому надо рассматривать в общем то, что происходит. Мы всего лишь вообще пешки, и нас не то же за людей не считают, а мы как дрова, которые подкидывают в топку. Да, я согласен. И что ты, Макс, думаешь, как будет развиваться сейчас событие? Ну, кровь будет. Кровь. Вот знаете, четыре садника апокалипсиса. Мы это наблюдаем в онлайн-времени. Мы эту тему тоже, кстати, втроем поднимали. Болезни, война, голод, смерть. Все. Три этапа, два этапа мы прошли. Им надо переформатировать вот то, что у них пошло с Жириновским, в Канаде. Ну, они переходят на новый этап. Новый этап – это, конечно, война. Кровь. Потом голод. Им чем больше они выпилят людей, человечество, тем лучше. Это, знаете, как фашисты в 41-м пришли на наши земли, принесли новый порядок. Мы-то все думали, там люди пришли, какой-то Гитлер полуэто, помешанный, блин. Я уверен, что там действительно силы античеловечные были. Я не знаю там сущности, не сущности, хер его знают. Я просто знаю, что вроде леса – живой организм, да? Они дышат, там фотосинтез. Но мы-то их рубим, своих интересов там греемся, мебель делаем. Почему мы не думаем, что мы не являемся тем лесом для каких-то других существ? Мы-то о жизни ничего не знаем. Мы родились там, нас обучили в классах. И все, и погнали. Вот как Серега говорит, дрова, блин. Ну реально дрова для войны. Закинули в топочку, там убили 20 миллионов. Или вот сейчас у нас за вот эти модные события 2 миллиона пенсионеров выпилили нахер из жизни. Чем не война? Чем не Третья мировая война? А сейчас нас отвлекают с режиссированными событиями. Они же реально там, видите, по этим метаданам записи были там произведены еще в 19-м году, в 20-м, да? Вот эти все лозунги, все эти, блин, события украинские. Они же были запланированы до этого. Поэтому видно, режиссер там был однозначно. Я вспоминал в 14-м году, когда этот швейцарский президент прилетел к Владимиру Владимировичу. О чем-то поговорили, и все, и наступление на Мариуполь закончилось. Хотя, ну ты же помнишь, говорил, дорога была открытая, там 8 километров осталось. Заезжай в Мариуполь, бери, никого там не было. Остановились. Никого не было. Все уже эвакуировались, и из ГУ, и военные, все, они город пустой. Просто заезжай, и все, было посты и статри, и все. Милиция, это полиция уже на нашей стороне была. А в 2015 году, когда вот эти были события, после которых Минск у нас, образовался Минские соглашения, что, нельзя было там всех разгромить? Не разгромили. Украинские олигархи... Да нет, я просто говорю, понимаешь, если брать Украину, к примеру, да, то в 2014 году это можно было сделать супермалой кровью. Просто вообще, без этого, скоростью какой-то танк едет, там, ты себе не сдавал, с такой скоростью ехать, только бензин доливай, солярку доливай, и до Киева доехали бы. А сейчас как это, ну... И сейчас говорят, типа, вот там эта бравада вся, я смотрю с этих экранов голубых, понимаешь, что Соловьева первого нужно в окопы отправить. Сто по-два. Безис Кобеева и Маргариты Симоньянов. Понимаешь, пусть они там свою удаль молодецкую показывают. Если... Чистые разжигатели и провокаторы. Да, 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 да. Полностью гады, блин, редкость. Просто за это кто будет сейчас все платить? Ну, это же вот, я понимаю, одни русские будут убивать других русских, понимаешь? Ну, как это вот? Мы же просто помним наследие еще гражданской войны. Вы же помните, да, до 20-х годов? Тихий дом там почитать. Это же события там как раз все происходили. Вся эта гражданская война тогда по Украине ходила. Петлюровцы, эти банды, это все, все, все. Петлюровцы, зеленые, белые. Да, как это потом долго заживала вся эта обоюдная ненависть. И только Вторая мировая война как-то это смогла, ну, когда советский народ стал единым народом в окопах Второй мировой войны. А сейчас то же самое опять разворачивают. Первая мировая, вот на мой взгляд, вот первая империалистическая война, вот один в один, только со столетним лагом. Ну, нового вооружения, а все то же самое, по старым лекалам, блин. Понимаешь? И я не понимаю другого. Они что, не понимают, что... Мы-то понимаем, что если война будет, это сразу продовольствие будет, ну, нефтянка будет в ценах возрастать, дефициты вот эти. Люди будут бедно жить. Бедно живем, а еще беднее будем жить. Это же предреволюционная ситуация. Для чего такой раздрай? Я не понимаю, я не хочу этого, блин. Я логики не вижу в этих событиях, понимаешь? Я не вижу логики. ДНР, ЛНР. Вот тупые все. Логика в чем заключается, я не могу ее понять. Если вы хотите забрать Украину, хорошо, наймите политтехнологов, сделайте там какую-то пророссийскую партию за эти 8 лет, понимаете? Перехватывайте политическую ситуацию в регионе. Как американцы действуют? Софт-пауэр, мягкая сила. Война, бесконечный путь хитрости. И потихоньку протолкните губернаторов, мэров, там еще чего-то. Ну работайте, ну как вот, американцы же работают так по всему миру. И вы работаете. Ничего этого не делалось. Вот кого там поддерживать? Кто там субъект парароссийских сил? Там главный этот оппозиционный блок у них по главе с Рабиновичем, понимаешь? Главная пророссийская сила на Украине это товарищ Рабинович. Там товарищ Коломойский, там товарищ Зеленский, товарищ Рабинович. Ну это же цирк какой-то, честно говоря. Ну как-то так бы. Просто. Геппа уже, царство ему небесное, его нет уже. Ну да, кончили, блин. Ну сам факт. Вот кого там сейчас поддерживать? Вот да, вот. Сейчас такая аграбата мы там. Одессу 2 мая мы простили, мы схавали ее, понимаешь? Хотя надо было их всех выпиливать в таком превентимном порядке, блин. А сейчас? Ну, я вот тоже. И вот это, соответственно, вот этого духа, как бы, победы, откуда его взять? Это первые час потери, если пойдут, не дай бог. Ну, очень все это стремно. И причем это сколько мы уже лет с тобой это все обсуждали? Что вот там зажгут на Украине, потом Грузию. Пять лет. А Грузия уже начинает включаться. Пять лет. Грузины же тоже сейчас активно в НАТО вступать собираются. То есть там сейчас много личной ситуации будет. Там Турция подталкивает точно так же коленом этих грузин, блин, как американцы этого же Зеленского. А там еще и действительно азиатское направление, блин. Талибы – это профессионалы. Они там 30 лет боюют автомат с пеленок берут в руки, блин. Стреляют там муху на лету с Калахи. А у нас Киргизия, у нас Узбекистан, у нас Казахстан тоже в хаосе. Просто ижище. Еще, конечно, стремная очень ситуация. Очень стремная. Очень стремная. Вот знаешь, такое ощущение, что выманивает на оперативный простор. Вот затягивает. Да. Вот такое вот ощущение, что затягивает. Вот вытягивает на оперативный простор. Только вот затягивает. Любыми средствами задача затянуть туда, вот вглубь. Чтобы завязывать там в обороне, в этой движухе, в этой военной на Украине. Понимаете? И тогда уже понеслась. Уже внутриполитическая ситуация будет. Это же, блин, не знаю я. Что ты, Сергей, скажешь? Я вот смотрю в чате, тут люди задают вопрос. Что делать? Как быть? Вот есть ответ на этот вопрос у меня. Что делать? Но я сразу поясню дальше. Вот что делать, чтобы не допустить кровопролития? Это вот сейчас Зеленский собирает там срочное заседание, да? Сказать. Все, ребята, мы войны не хотим. Пожалуйста, давайте сдаемся. Пожалуйста, урегулируйте. Что там надо в состав России. Входим. Давайте. Главное, чтобы не было войны. Главное, чтобы наши люди не погибали. Вот решение вопроса. Но кто сможет это сделать? Человеческий... Как только Зеленский такое заикнется, его сразу в правотеке подвесит. Это отдельная история. Я просто к тому, что те, кто управляет миром, да, они прекрасно изучили человеческую природу. И понятно, что найдутся горячие головы, в том числе и в правительстве Украины, которые ни за что на свете на такое не согласятся. То есть, если есть действительно решение этого вопроса, то оно есть, это решение. Но к этому решению никто и никогда не придет. Потому что вот такая вот у нас природа. Что однозначно все войдут в клинч и пойдет какая-то заворота. Ну, конечно, там же за спиной стоят такие, как Ярош, эти правосеки. Только что-нибудь Зеленский заикнется в эту сторону, они его на первом фонарном столбе повесят. Они ему прямо уже и сказали это. Хоть малейший шаг делай, шаг право, шаг лево, будешь на фонарном столбе висеть. Да, поэтому от нас лично ничего не зависит. Боюсь, что именно так. Я отвечаю на вопросы, которые задают в чате. Что делать? Что делать, есть ответ, да, но никто этого не сделает. А самое главное, ни народу России, ни народу Украины война вообще никакая не нужна сейчас. Тем более такая полномасштабная. Вот что больше всего как бы бесит в этой истории. Что все понимают, что это никому не надо, это кровище вообще непонятное. Но при этом вот все, как бы, узкая группа лиц заинтересованных, оно это все дело разжигает. Спички покупать, свечки покупать, консервы покупать, уезжать с мегаполисов, деревни. Ну только так. Макс, ты понимаешь, что тоже не выход, понимаешь? Да вообще я понимаю. Просто на Кавказе у нас точно не выход, потому что я понимаю, что как начинается там, включается Грузия. Включается Грузия, это уже вот Южная Осетия, это уже мы все, в эпицентре событий. Все, понимаешь? Да, у меня от Владика два часа езды, это 250 километров, то же самое, все близко очень. У Сергея тоже, у вас тоже же приграничный регион с Казахстаном. От Казахстана в любой момент взорвется, понимаешь, такая, там ничего особо не контролируют. Они сейчас, конечно, все делают, но так разведка боем, скорее всего, была то, что там происходило. Англичане не оставили пока. Вот как это, вот я не понимаю. Я так думаю, что это задолго до этого было все срежиссировано. И развал СССР, и дальнейшие события в Чечне по границам бывшей СССР, это все запланировано. Они разные варианты делали. Есть такое все новое, хорошо забытое, старое, и уже неоднократно на это обращали внимание. Есть даже научные там изыскания по этому поводу. История повторяется примерно в том же порядке каждые сто лет. Вот кто сейчас, Макс, да, говорил, что похоже на Первую мировую? На Первую мировую. То же самое. Те, кто управляет миром, они одну и ту же нам прокручивают карусель с разницей в каждые сто лет. То есть четыре поколения. Двадцать пять лет поколения, да. То есть умерли последние люди, которые помнили, как было. И все, они опять заново эту же шарманку нам крутят. В головах. Да, вопрос времени просто-напросто зависит от человеческой жизни, вот насколько она коротка, да. Хотя сейчас при современных возможностях технических у нас есть, мы можем посмотреть историю, да, загуглить в интернете, сравнить, что да, действительно так оно происходило. Уже все люди, ну, не все, а вот блогеры, да, Алан говорит, уже все видят, что как нас крутят на одном органе постоянно. И никто ничего сделать не может. Опять же, нас опять по кругу пускают. Ну, что сказать. Что сказать. Если, Берд, вы несколько раз наступаете на одни и те же грабли, наверное, это очень хорошие грабли. Что тут можно сказать. Нравится человеку. Бахнет. Что, друзья, будем, да, будем заканчивать наш сегодняшний эфир. В общем, то, о чем мы говорили про этот огненный пояс, там, за что нам потом с Максом, ну, не знаю, как Максом, мне постоянно говорили, что я паникер, алармист и фантазер. Вот, вот он, вот он. И, кстати, знаешь, самое смешное, Макс, те, кто мне говорили паникером, мне теперь звонят и говорят, а что дальше будет? Ага, мне тоже спрашивают. А что дальше будет? Я говорю, смотрите наши эфиры двухлетней давности, там все рассказано. Это просто смешно, честно. Вот у меня, с одной стороны, бы смешно было, а с другой стороны, было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Как это вот? И те, кто думают, что там будет легкая прогулка до Киева, там, и встречи с цветами, я не знаю. Хотелось бы на это надеяться, но я, честно говоря, в это не верю. А знаешь, что будет? Слишком они сильно поработали над сознанием. Знаешь, что будет? Вот то, что отрицательная селекция, настраиваемая у нас 30 лет, она по-любому, по объективным причинам будет нивелирована. Потому что кто-то косяки будет делать, кого-то упорят, грубо говоря, и найдут всегда боевые действия. Они привлекали людей умных, образованных, патриотичных. Как бы это ни пошло ни звучало, но придет время и наше. Понимаешь, это как на Первую мировую войну. Всех офицеров повышебало, они вынуждены были, царская Россия, привлекать в школы прапорщиков, ну, простых работяг, вестя. Жоков откуда вышел полководцем наш Георгий Константинович? То же самое, там он пошел в школу прапорщиков. Простой крестьянский сын, Рокоссовский. Да там куча красных командиров, именно вот из горно-первой империалистической войны они вышли и влили в состав Красной армии. Вот и все, у нас примерно то же самое будет. Вот увидите. Так что, друзья, Первая мировая война закончилась появлением Советского Союза. Это напрямую было связано, потому что Ленин говорил, что при нашей жизни наше поколение не увидит пролетарской революции. Вообще никакой революции не увидит. Как только Россия вступила в Первую мировую войну, он написал статью, сказал, что в ближайшие три года в России будет революция. Потому что он как политик, прагматик и вообще человек, понимающий эти процессы, понял, куда это все движется. А где началась война Первая мировая? На Украине, друзья мои. Да. На Украине. Читайте «Белую гвардию» Мулгакова или другие исторические произведения. Да. Ну, как бы много есть, да, произведений? «В муках рождается новый мир», как Толстой написал. Вот именно так оно и есть. Новый мир сегодня рождается. И то, каким он будет, зависит от нас. Тут люди пишут в комментариях, типа, выйдите опять в прямой эфир после обращения Путина. Ожидается, что сейчас Путин с обращением будет. Ну, давай, давай, выйдем. Давай, попробуем. Более, что к этому моменту наверняка Зеленский. Да. Друзья мои, у нас сейчас тысячи человек в эфире, больше тысячи. Пожалуйста, сделайте каждый репост в сториз. Вам это совсем не сложно. Нам нужно своих единомышленников объединять в столь смутное время. Вам это никакого труда не составляет. Просто в сториз репост сделайте. Отметьте Сергея, отметьте Максима, меня отметьте. Подпишитесь на них, кто еще не подписан. Потому что в эти смутные времена нам нужны свои информационные сети и каналы какие-то обмена информацией для обычного народа. Не для пропагандистов, там, идеологов каких-то проплаченных, а для простого народа. Вот мы такими людьми являемся, поэтому поддержите нас репостом. Спасибо. Давайте после обращения сразу по окончанию попробуем еще раз выйти. Добро. Всего доброго. Давай. Спасибо.